Смирение. Итак, вот смотрите, то есть человек понял, как правильно жить. Главный принцип заключается в том, что когда я чувствую, что мне плохо и виноват кто-то в этом, это значит, что я отошел от правильного понимания вещей на три шага уже. Первое, что мне нужно сделать, мне нужно понять, что моя судьба виновата, а не этот человек, а он просто выполняет роль. Он хороший, но так вот просто через него судьба действует. Это тайна, никто этого не понимает. Так происходит все. Это первый шаг. Второй шаг. Я сам во всем виноват в своей жизни, поэтому так мне жизнь устраивает все. И третий шаг, это найти, где силы брать, чтобы это все выдержать. Силы найти. А силы есть, просто надо найти, где брать. И все. И с этого момента он начинает побеждать судьбу. Какая бы ситуация ни была. И самое интересное заключается в том, что человек, который делает все плохо, в это время начинает сам меняться. Происходит чудо. То есть человек, он просто пешка в руках судьбы и все. То есть вы делаете все правильно, и дальше человек меняться начинает. Вот так человек должен жить всегда. Не должен верить, что его по судьбе положено сломать, и что он плохой человек, хуже другого человека. Не надо в это верить. Если Бог дал мужа, значит вы достойны лучше всего его. Это ваш муж. А если кто-то его переманил, значит это ваше испытание. Все. Вот так надо мыслить. И даже если как бы не вернется, ничего страшного, Бог еще лучше даст. То есть если вы идете в этом направлении, вы всегда только победитель. Проигрыша не будет. Проигрыш это когда я разочаровалась в себе. Вот это проигрыш. В своей жизни, в своей судьбе. Это проигрыш. Итак, видите, смирение означает, что человек принимает судьбу. Именно поэтому Иисус Христос и показал нам первый шаг к нормальной жизни. Он сказал, прими свой крест, если хочешь быть счастливым. Прими свой. Вот у тебя есть муж, жена, дети, работа, страна, в которой ты живешь. Город, в котором ты живешь. Это твой крест. Прими его. Потому что нельзя ничего менять. Можно, но с разной степени возможности поражения. Допустим, город поменять опасно. Но не так опасно, как страну. Страну поменять опасно, но не так опасно, как жену. Жену поменять опасно, а не так опасно, как детей. Представьте, даже никто не представляет, что можно своих детей отдать, чужих взять. Даже такого в мысли не возникает. И так далее. Понимаете? То есть, как бы, менять все, что у тебя есть, очень опасно. Ну, допустим, что-то менять менее опасно. Например, работу менять не так сильно опасно, особенно для женщины, как жену, допустим, или мужа. А руку вообще даже у нас мысли не стоит о том, чтобы поменять палец себе на искусственное там и так далее. Или на чужой пересадка. То есть, это уже очень опасно. Все понимают, что это не вариант вообще. Не все, правда, некоторые делают операции на лицо, там, не понимают, что это опасно. Теряют это понимание из-за незнания просто. Итак, смирение, что такое? Это принять свою судьбу, научиться быть удовлетворенным в том, что тебе Бог дал. Это первая стадия победы над судьбой, фактически. Смирение. По-другому никак не работает. Допустим, надо человека наказать, все равно нужно смирение. Допустим, человек подлец, совершает подлость, там, как одна девушка мне в Новосибирске рассказывала, бывший муж постоянно судится и судится, пытается разрушить ее жизнь. Ну, подло поступает. Первый шаг принятия все равно. Ты должна его наказать. Но первый шаг принятия судьбы. Надо отвлечься от того, что этот человек это делает, это делает. Моя судьба, когда я принял, я взошел в принятие судьбы. Что значит, это прийти, значит, в какое время? Настоящее. Когда человек принимает судьбу, он приходит к настоящему времени. Он начинает в настоящем жить в этот момент. Он принял судьбу, в настоящее вошел. Вот сейчас прямо я со всем согласен. Мне не нужно завтра, послезавтра, птица счастья завтрашнего. Мне не нужно. У меня все сейчас нормально. Я принимаю судьбу сейчас. Что значит принятие судьбы сейчас? Есть как бы аскеза определенная. Это аскеза называется уметь любить, уметь прощать и до конца себя отдать. То есть, есть разное направление аскеза, но это означает принятие. Отдай себя служению тому, что Бог тебе дал. Уметь любить людей, тех, что Бог дал, и уметь прощать тех, что Бог дал. И это дает возможность жить в настоящее время. Такую песню недавно я услышал потрясающую об этом, как раз об этих вещах. Жив, жив, жив. Классно? Ну, то есть, это очень трудно сделать, прощать, уметь прощать. Только на словах легко. А так очень трудно. Один парень мне сказал, то есть, мужчина, он был очень богатым человеком в Москве, имел, как бы, у него с землей связан был бизнес, там имел власть. Вот, и его предал, его компаньон, и у него все было разрушено, он потерял все. Но он приобрел Бога, начал заниматься духовной практикой. И разок, это мой знакомый, и он пришел разок на молитвенный ретрит, который мы проводим у нас в команде, периодически, когда я там приезжаю. Он пришел на нем побыть. И он просто очень сильно погрузился в молитву, он ничего не хотел от Бога вообще. Просто он сильно погрузился, и когда все закончилось, мы обычно опрос ведем. Я спросил, что, вспомни свою жизнь, что произошло. И он такой, я простил! Ну, то есть, он пытался простить, но не мог. Оказывается, для того, чтобы простить, не только знание нужно, но также нужны силы. Силы идут от Бога. Когда человек наполнился, стал наполненным, у него раз и простилось внутри. Когда человек чувствует, что он счастлив уже, у него все хорошо в жизни, он так... И раз, и все простилось. Он простил. Это значит, что непрощение, это слабость какая-то, нехватка энергии внутри, какая-то нехватка силы и знания также. Иногда человек не прощает, потому что он считает, что нет, не судьба виновата его, а он, этот человек... Ну, если человек уже знает, что все судьба делает, почему бы не простить? Все равно не хватает силы. Нужен контакт с Богом, потому что нужны силы и знания одновременно. Когда человек наполняется и силой, и знанием, и прощает, это состояние сознания называется смирением. Смирение, это не означает, что как бы человек что-то из себя корчит, как есть такая игра в святость. Один наставник спросил, ну, то есть, слуга подошел к наставнику, к давнику своему, говорит, «Вы знаете, я такой падший, я самый падший». Тот говорит, слушай, ты, говорит, не самый падший, ты просто падший и все. Ты лучше перестань о себе думать, что-нибудь полезное начни делать. Я самый падший, я самый-самый-самый падший. Это называется платформа эгоизма, ложное эго. Даже в этом игре с собой в святость. Это все ложное, не истинное. Ложное истинное – это отвлечься от себя. Как некоторые люди говорят, ну, я же себя обвиняю в том, что вот я себя обвиняю. Почему я несчастна? Я же не говорю, что я хорошая, я говорю, что я плохая. Почему несчастна? Потому что ты все время говоришь только о себе. Начни делать что-то хорошее, перестань думать о себе. Я такая падшая, несчастная. Или я самый обаятельный и привлекательный. Я, я, все я, я. Отвлечься от себя, начни делать что-то хорошее. И станешь обаятельный и привлекательный, перестанешь быть падший. Просто отвлекись от себя. Это самое сложное. Перестань думать о себе. Забудь про себя просто. Начни думать о других, служить. И тогда человек становится счастливым. Но перед счастьем существует определенная стадия, которая называется смирение. Смирение это не что-то из себя корчить, делать такое, Господи, прости. Господи, прости, это все классно, но это называется служение. Это означает, что ты забыл про себя. Потому что за Господи, прости, там ведь может идти следующая фраза. И дай мне. Ну ладно, если духовного знания. То ведь что-то другое обычно. Мне прислали недавно такую фотографию, такой стоит хомячок, вот так вот лучше. Они часто так ручки складывают. Он такой наверх смотрит и подписанно говорит, Господи, дай мне толстый кошелек и тонкую талию. Только, пожалуйста, смотри, не перепутай. Очень смиренный такой хомячок. Полный смирения вообще. На самом деле, это не смирение. Это не смирение, это просто... Вот хомячок такой. Видно? Ну, кто-то увидел, по-первых. Вот. Это не смирение, это просто игра с Богом. Игра в счастье. Ну что, надо Бога просить, как бы, и тогда будет счастье. На самом деле, смирение – это знание. Ну, допустим, у меня, допустим, жена или муж другой веры. Ну, как с этим можно смириться? Он как бы... Он так верит Бога, я так, как мы можем быть счастливы вместе вообще? Никак. Без знания. Но если человек понимает, что Бог, Он везде, Он и в этой вере, и в этой... Как вот представьте, Бог милостивый, вдруг Он людям дал не веру, а заблуждение. Ну, тогда откуда там святость в этой вере? Тогда почему святые возникают? Есть священное писание, в котором столько пророчества. Почему, если в этой вере нет Бога? Откуда взялось это священное писание? Столько пророчеств. И там, и там, и там. Но если человек понимает, что Бог есть и там, и в этой вере, и в этой вере, то он становится счастливым даже с человеком, который другой веры находится. Почему? Потому что он понимает, что все нормально, Бог и здесь, и Бог и там. Все классно. Субтитры создавал DimaTorzok Классно? Мне тоже понравилось. Видите, знания. Человек имеет знания, он счастлив. Он говорит, слава Аллаху. То есть, он не думает, а что же ты, она не мусульманка у меня? Ему нравится все, у нее все правильно, потому что она верит в Бога. Но человек это понимает, а это понять непросто. Большинство людей не могут это понять. Поэтому они презирают другую веру, не свою. Или метаются. То есть, вот допустим, ага, я всегда презирал эту веру, а там так все правильно говорят, все, бросаю свою, перехожу туда. Это все от этого же идет, от двойственности. То есть, человек что-то услышал в другой вере лучше. Все, 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 мне другая вера. Это не подходит, я здесь ничего не услышал, там услышал. Так это же бред. Это означает, что человек точно так, он ничего не поменял из жизни. Он прыгнул туда, потом назад придется прыгать. Потому что там он тоже увидит, что есть недостатки. Они везде есть в этом мире. И так человек метается туда-сюда. Одна жена, вторая жена, одна вера, другая, одна страна, другая страна. Я приехал в Лос-Анджелес, там и в Сан-Франциско 150 человек русских проконсультировал на тему жизни, где жить. Страшная ситуация. Пять лет привыкали в основном люди в среднем к эмиграции. Но потом привыкли нормально, говорят, нормальная страна, все классно, но очень трудно привыкать. Ну то есть, пять лет жизни потеряно. Понимаю, а что вы привыкли бы здесь жить и все. За пять лет, мне кажется, нормально, можно было привыкнуть, если захотеть сильно. И потом эти люди говорят, здесь тоже недостатков куча, все как бы тоже там, бардак. И там тоже, представьте, в Америке люди говорят, бардак, сплошной бардак, это неправильно, это неправильно. И в Германии приезжают, так же говорят, и в Бельгии говорят так же люди, которые там живут. И в Польше, и в Латвии, и в Литве, и везде, везде, куда бы не приезжал, везде люди говорят, бардак. Говорят, вот, наверное, вот там лучше, чем у нас. И каждый человек говорит, у вас, Олег Геннадьевич, понимаете, у вас другая ситуация жизни, у вас, наверное, хорошая жена, а у меня кошмар. И даже то, что вы говорите, это все правильно, но у меня исключение. В моем случае это не работает. Не хватает знаний просто. Человеку невозможно, очень трудно в таком сознании принять свою судьбу. И это значит, что если нет смирения, счастья не будет. Потому что смирение, это первый шаг к счастью. Вот первый шаг, шаг самый. Если человек ничего принять не хочет в своей жизни, счастья не будет. Это невозможно его получить просто. Он будет постоянно беспокоиться, что-то не так, страна не та, это не то, то не сё. И так далее. И постоянные проблемы какие-то. И так в этом мире существует желание, у нас есть желание. Вот, допустим, я хочу вот такую вот, что-то, такую жену. Такую. А вот Бог дал вот такую. Не такую вот, а такую. А я такую хочу. Это называется желание. Есть реальность или жизнь?